Программа «Медицина Республики». Квалифицированные ответы на самые важные вопросы. Слушайте нас на волне 98,6 FM. А главное, будьте здоровы! Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Комета Донецк, передача «Медицина Республики» в студии Петр Мизерный. И в гостях у нас сегодня кандидат медицинских наук, заведующий отоларингологическим отделением Центральной городской клинической больницы номер 1 города Донецка, внештатный отоларинголог Управления здравоохранения администрации города Донецка Елена Щетинина. Елена Александровна, добрый день! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Елена Александровна, у нас сегодня с вами такая интересная тема передачи «Ангина в жару. Почему возникает и чем опасно?» Действительно, я привык, например, к тому, что ангина – это болезнь простудная, это заболевание горлом. Простудили горло, пили холодное, ели много мороженого и в результате простудили горло. Это все-таки простудное заболевание, заболевание холода, так сказать, по причине холода какого-то, переохлаждения. Но на улице у нас сейчас о переохлаждении говорить не приходится никак, поскольку так и думаем, куда будет тенечек куда-нибудь от солнышка, спрятаться от жары, ближе к кондиционеру. И тем не менее, вот в такую жаркую погоду риск подхватить ангину все равно достаточно велик, насколько я знаю. Почему это так? Да, с летом у нас связаны с вами приятные ассоциации, тепло, достаточно много фруктов, овощей, витамины. Но мы с вами счастливы, расслаблены и тут нас как раз и подстерегают опасности. И рискуем, и создаем эти опасности чаще всего мы сами. Ангина это острое инфекционное заболевание и в последнее время оно считается сезонным и возникает не только зимой, но и летом. Возбудителем заболевания в летнее время выступают бактерии, такие как стафилококкс, стриптококкс и в этом ничего нет нового. Но для того, чтобы в жару развилось заболевание, что происходит? Кожа и наши слизистые в жаркий период времени нагреваются и в них усиливаются обменные процессы. То есть это позволяет бактериям активизироваться и чем теплее на улице, тем нашим бактериям, которые всегда присутствуют в нашем организме, им комфортнее и лучше размножаться. И в то же время сам человек, подавляя нагревание своего организма, съедая мороженое или выпивая ледяную воду, провоцирует бактерии на возникновение заболеваний. То есть это во многом не от нашего поведения? Конечно, это одно из решающих факторов, потому что миндалины, они относятся к защитным функциям организма и в первую очередь реагируют на такие резкие перепады температуры. Одним из факторов, конечно, являются и кондиционеры, которых в настоящее время достаточно много и дома, и на работе, и в магазинах. И под действием кондиционера мы с вами пытаемся спастись от жары. И когда разгоряченный человек приходит в кондиционированное воздухом помещение и температура резко изменяется, чаще всего на 10, а то и более градусов, то это получается настоящий стресс. И в таких условиях организму очень трудно бороться с инфекцией. Поэтому рекомендуется, несмотря на высокую температуру на улице, температуру кондиционера в помещении выставлять с разницей не более 5 градусов. И кондиционер не устанавливать в режиме ниже 20 градусов в жаркую погоду. Второй момент – это холодные напитки. Да, мы об этом сказали. Следующее – летние поездки и путешествия. Нам кажется, что мы быстро акклиматизируемся, но планируя свой отпуск, мы должны его планировать, к сожалению, не менее месяца. Потому что такие резкие перепады, недельный отпуск, 10-дневный отпуск, организм не успевает адаптироваться к изменившимся условиям. И это приводит к снижению иммунитета. То есть, Елена Александровна, надо собираясь в отпуск, как мы говорим, нужно не просто приготовить все необходимые аксессуары, купальники, плавки и полотенца, подстилки, которые нам необходимы. И всякие разные вещи, кто берет на отдых, что там, книги, шахматы люди с собой берут. Надо еще и тело подготовить к тому, чтобы отдых пошел на пользу. Да, потому что есть адаптация, мы акклиматизируемся к новым условиям пребывания, и она, к сожалению, длится не один и не два дня. И поэтому средние рекомендованные моменты отпуска, особенно оздоровление детей, должно проходить не менее месяца. Тогда мы получим оздоравливающий эффект. Важно еще плавание в водоемах, то есть, перегревшись на солнце, многие бросаются в воду, что тоже является стрессом для организма. И, конечно, трудно всегда бывает детям в такое время объяснить, почему не нужно злоупотреблять мороженым, и также длительно купаться в жару, если вы на отдыхе. Вот это основные моменты, которые могут приводить к развитию так называемой летней ангины. Елена Александровна, а как ангина, она вообще проявляется? Давайте поговорим о симптоматике, чтобы у наших слушателей картина сложилась такая более полная. Что касается симптоматики, то многие люди, они принимают за ангину такие заболевания, как острые респираторно-вирусные инфекции, острый танзелит, фаренгит, лирингит. И неправильная диагностика, она ведет к неправильному лечению и, естественно, к проблемам с последующему выздоровлению. Что касается ангины, она в любой ситуации, как зимой, так и летом, начинается с резкого подъема температуры тела до 39 и выше. Она сопровождается и болью в горле, трудностью при глотании, при ангинах выражена интоксикация, то есть отравление микробами организма. Это слабость у человека возникает. Увеличиваются при ангинах лимфоузлы, то есть на шее появляются при пухлости округлые такие образования, болезненные, когда вы к ним дотрагиваетесь. При ангине может быть ломота в теле, в суставах, но ангина еще и сопровождается местными проявлениями. То есть при осмотре горла есть определенные изменения на миндалинах, то есть появляется специфический налет, характерный для ангины. Но здесь тоже не нужно быть самоуверенным и говорить о том, что если вы не медик по образованию, что это ангина. То есть налеты могут быть разной окраски, разной распространенности. И здесь опасно пропустить такое заболевание серьезное, как дифтерия, которая проходит очень сходными симптомами с ангиной. При дифтерии налет имеет темный цвет, распространяется по всей слизистой глотке. Ну и есть еще ряд специфических симптомов, которые сопровождают это заболевание. То есть в случае чего прямая дорога к врачу? Да, не нужно рисковать, если это вечернее ночное время, нужно принять жаропонижающие препараты, возможно, если нет связи с врачом, прополоскать горло. Но важно то, что многие начинают лечение с приема антибактериальных препаратов, не диагностировав ангину. А прием антибактериальных препаратов, антибиотиков при таких заболеваниях, как вирусные инфекции в первые дни, оно неэффективно и наоборот может усугубить ваше состояние. Ну действительно, для того, чтобы четко понимать, что делать, нужно прям сразу обращаться к врачу. Тем более, если вы вдруг заметили, что в горле появились какие-то необычные налеты, какие-то образования. Хорошо, Людмила Асановна, а есть ли разница в протекании ангины между взрослыми и детьми? Ну, дело в том, что дети, конечно, у детей иммунитет еще не совершенен, у детей это может протекать более тяжело. Дети не всегда могут охарактеризовать свои жалобы, что их беспокоит. В этом плане сложнее с детьми. Но это больше психологические моменты. Да, да, но заболевание, оно протекает по одним и тем же правилам и канонам, как у взрослого, так и у ребенка. Ну просто взрослый человек более уже, ну как бы адаптирован и иммунитет более стойкий и борется с инфекцией, и ребенок немного ослаблен, и вот именно интоксикация, поражение организма распадом этих бактерий, которые в организме циркулируют у ребенка, ну более выражено. Ну понятно, у детей оно просто будет проходить быстрее. Да, у детей более чаще лимфоузлы увеличиваются, чем у взрослых, болезненными становятся. У взрослых болезненными, да. То есть посмотреть на горлышко ребенка, даже на шейку, да, вот, с внешней уже будет видно. Да, уже видно. Понятно. И теперь, чем же ангина вообще опасна? Насколько я знаю, ангина, вот, ну это я, да, вот, в меру своих, так сказать, интересов, ангина страшна, по-настоящему страшна своими последствиями. Да, ангина это заболевание, которое проявляется как местными симптомами, так и поражает соединительную ткань, то есть переходит в хроническую форму и приводит к поражению таких органов, как сердце, почки, суставы. К сожалению, те микроорганизмы, которые вызывают хронический танзелит, обострение хронического танзелита, ангины, но, как говорится, они лижут суставы, но больно кусают сердце, то есть могут привести неправильно леченые ангины и к развитию такого серьезного заболевания, как ревматизм. Что касается осложнений, вот, в остром периоде, когда вот вы заболели, вы лечитесь, проходит время, там, 3-4 дня, вам кажется, что у вас все замечательно, хорошо, но инфекция, которая находится на слизистой глотке, в миндалинах, она выходит за пределы миндалин и распространяется воспаление на ткани вокруг миндалин, то есть с одной стороны появляется в горле боль, трудность при открывании рта, вновь появляется температура и в этот период может развиться такое грозное заболевание, как абсцесс, нарыв, если грубо говоря, нарыв за миндалиной. При развитии этого абсцесса после ангины, если вовремя не диагностировать, или больной поздно обращается к врачу, то гнойник может либо самовскрыться, в лучшем случае в полость рта, но хуже всего, когда гной из миндалины начнет распространяться в мягкие ткани шеи и развиваются такие грозные осложнения ангины, как флегмона шеи, даже гной может спускаться в грудную клетку и развивается такое заболевание, как медиастинит. Неправильное лечение ангины может приводить и к развитию сепсиса, то есть заражения всего организма. Микробы из области глотки, токсические вещества разносятся по всему организму и начинается септическое поражение, и оно может заканчиваться и абсцессами, и в почках, и в печени, но и приводить к очень серьезным последствиям жизни больного. Смотрите, не зря же, а раньше отоларинголога называли ухо-горло-нос. Было вот такое вот. Ну да. Потому что эти органы настолько близко находятся друг к другу и связаны один с другим, наверное же это может вызывать какие-то осложнения. И вот вообще по всему дыхательному нашему... Ну, дело в том, что действительно микробы, микроорганизмы, которые вызывают развитие ангины, они могут и поражать и среднее ухо при ангинах, возникают воспаления в среднем ухе, то есть проникают из глотки. Ну, это такое довольно часто бывает, когда болит горло и отдает... Да, вот достаточно часто бывает, что это отдающая боль, то есть за счет отека и воспаления в глотке появляется отдающая боль в ухе, но она не всегда сопровождается, эта боль, именно местными изменениями в ухе, атитом. Это бывает, это бывает, да, атиты возникают, но это не очень частые вещи. Когда усиливается боль в горле и с одной стороны и отдает в ухо, нужно не забывать вот о том, что я сказала ранее, о развитии осложнения, которое называется абсцессом. Вот при абсцессе это возможно. При ангинах еще возникают отеки мягких тканей в глотке, может отек спускаться ниже к надгортаннику. То есть это достаточно все серьезно, если не вовремя и неправильно лечить больного. Ну, вот это вот мы с вами уже поговорили и об осложнениях, которые могут быть, да? Скажите, пожалуйста, а что делать для того, чтобы не заболеть ангиной? Как предохраняться как-то? Можно, да? Здесь же обычные профилактические, как всегда. Мне вот, насколько я, уже не первая беседа, провожу интервью, такие вот, оказывается, что в принципе для того, чтобы избежать чего-то серьезного, проблем серьезных со здоровьем, есть достаточно простые правила, которому человеку необходимо просто придерживаться их, и будет все нормально. Вы правильно сказали, что отолерингологов еще называют докторами ухо-горло-нос. Одной из причин плохого горла может быть проблема полости носа. То есть очень частые насморки, анатомические дефекты в полости носа, допустим, искривление носовой перегородки, они приводят к тому, что человек неправильно дышит носом, достаточно часто дышит ртом, и воздух, который поступает в организм, он не очищается, то, что должно происходить в полости носа. И микроорганизмы поселяются на слизистой глотке, потому что ангина, она передается не от такого тесного контакта, а воздушно-капельным путем. То есть микроорганизмы, они распространяются по воздуху от больного человека к здоровому, и при разговоре, ну, расстояние, как говорится, разлета микроорганизмов от здорового до больного человека – это один метр. При разговоре до двух метров, а при чихании до трех метров микробы могут вокруг инфицировать окружающих. Поэтому… Грубо говоря, зона поражения. Да, грубо говоря, да, зона поражения. Поэтому нужно обратить в первую очередь на состояние полости носа. Если вы часто болеете простудными, там, деспираторными заболеваниями, возможно, надо проверить свою микрофлору слизистой, которая у вас есть, взять мазки на исследование. И если у вас выявился микроорганизм в глотке, в носу, то до определенного времени организм подавляет иммунитет, справляется и не дает развитию болезни. Но при неблагоприятных условиях, вот, допустим, летом холодное вы выпили какой-то напиток или съели мороженого, и микроорганизмы, которые живут, они вызывают болезнь. То есть болезнетворные микроорганизмы. И нужно проводить профилактическое лечение, потому что не должно быть на слизистой глотке и полости носа патологических микроорганизмов. Вот это одно из видов профилактики. Второй вид профилактики – это использование местных препаратов для поддержания иммунитета слизистой глотки. Если говорить о таких вещах, как доступности, отсутствие химических веществ, то есть лекарств, которые выпускаются именно в фармацевтической промышленности, мне ближе использование такого препарата, как цветы ромашки. Нам кажется, что этот препарат уже давно забытый, старый, который использовался в фитотерапии нашими прадедами. Но именно в составе отвара ромашки достаточно много веществ, которые повышают местный иммунитет, улучшают работу слизистой глотки и способствуют тому, что организм сам начинает бороться с инфекцией и восстанавливается правильная его работа. Естественно, то, что мы говорили с вами ранее, резкие перепады температуры местной. Горячая, холодная. Надо стараться избегать и беречь себя. Да, да, это даже не обсуждается. То есть мы сами порой провоцируем развитие заболевания. Если нет возможности, допустим, выпить теплой воды, есть только очень холодная, то, пожалуйста, не пейте эту воду залпом, а нужно пить небольшими глотками, чтобы эта вода немного хотя бы нагрелась в полости рта. Ну это вот, как вы говорили, чтобы избежать стресса. Да, да. Чтобы не обрушить на свой организм такой резкий перепад температуры. О нашей аудитории я хочу напомнить, что в эфире радио «Комета Донецк» передача «Медицина Республики» в студии Пётр Мизерный. А в гостях у нас сегодня кандидат медицинских наук, заведующая отоларингологическим отделением Центральной городской клинической больницы номер один города Донецка, внештатный отоларинголог Управления здравоохранения администрации города Донецка Щетина Елена Александровна. Елена Александровна, скажите, пожалуйста, А вот вы говорили перед передачей, что осложнения могут быть настолько серьезными в горле, что даже может произойти изменение голоса человека. Значит, что касается изменения голоса, то при ангине изменение голоса возникает только за счет отека. То есть не поражаются дыхательные пути голосовые складки. То есть происходит гнусавость голоса за счет того, что отекает слизистая в полость рта и увеличиваются миндалины. То есть ангина не приводит к отеку именно гортани, либо к развитию стеноза в гортани. Но хочу еще обратить внимание на то, что ряд людей перенесли такую операцию, как тонзилектомия, то есть удаление миндалин. И казалось бы, что эти люди уже не должны болеть ангинами. Ну, подождите, как-то у меня наоборот реакция совершенно обратная. То есть миндалин – это как защитный механизм, защитное средство организма. Но если его удалили, защищать нечем, нет защиты. Но здесь вы немножечко не правы. Кроме миндалин нёбных, еще есть так называемое глоточное кольцо лимфоидной ткани. То есть называется лимфоидное кольцо пирогово. Кроме нёбных миндалин, в которую входят и язычная миндалина, и лимфоидные ткани глотки, и аденоиды. Да, они тоже и у взрослых аденоиды есть, но они уже небольшого размера. Поэтому, когда человек страдает хроническим тонзилитом, то есть это частые ангины ежегодно или несколько раз в году, либо уже эти ангины привели к осложнениям о том, что мы говорили, сердце, суставов, почек. И выполняется операция по удалению миндалин, тонзилектомия. Но остается часть лимфоидной ткани. Вот именно язычная миндалина достаточно часто поражается возбудителями ангины. И при осмотре мы у больного видим отсутствие миндалин, а все признаки ангины. Поэтому в таком случае, когда у вас удалены миндалины, но вы чувствуете, что есть проявление ангины, то обратитесь именно к отолерингологу, чтобы он осмотрел нижние отделы глотки. Потому что терапевт этого не увидит, а отолеринголог может специальными инструментами осмотреть язычную миндалину и выявить поражение этого органа. Елена Александровна, а скажите, это правда, что гланды можно удалять только в детском возрасте? Нет, это немножечко неправильно. На сегодняшний день тенденция по сохранению миндалин и лечению них во всем мире немножечко изменилась. Стараются миндалины лечить до той поры, пока это возможно. Пока миндалина из органа здоровья, то есть защиты, не переходит уже в орган болезни. То есть ее изменения уже такие, что происходят изменения, вот как я сказала, в соединительной ткани. Конечно, грань очень тонкая, 100% таких данных в этом нет. Мировой опыт не может нам тоже сказать 100%, когда удалять миндалины. Но есть несколько обследований, которые проводятся у этой группы больных. И при совпадении нескольких отрицательных факторов принимается решение об удалении миндалин. Если ранее, конечно, в 60-70-е годы в мире выполнялось более 2 миллионов тонзилектомий, то есть при малейшем боли в горле и либо однократно перенесенной ангине всем удаляли миндалины, то на сегодняшний день это все немножечко пересмотрено. Находятся новые методы лечения миндалин, потому что миндалины вырабатывают иммунные тела, которые защищают наш организм. И то, что они вырабатывают эти элементы защиты организма, все это уже доказано, что защищает и легкие, и бронхи от инфекции. Поэтому важно вовремя начать лечение, и самое главное еще и проходить диспансеризацию и диспансерное лечение, если у вас выявили поражение миндалин. То есть вы имеете в виду, нужно ходить на профилактический осмотр? Да, хотя бы один раз в году это минимум проходить общий медосмотр, а при выявлении какого-либо хронического заболевания по графику диспансеризации надо посещать доктора. Но это касается не только отолеринголога, но я думаю, что нужно обратить и другие. Ваши коллеги, которые приходили к нам на передачи и приходят, и еще будут приходить, все в один голос говорят о том, что нужно идти к врачу, не стесняться, не бояться, и уж тем более не спускать это все на самотек, так чтобы потом вдруг, когда что-то случилось, уже оказывается надо не просто бежать к врачу, а уже просто идти и ложиться на серьезные вещи. Вы понимаете, тенденция такая, что врач все-таки имеет систематизированное образование, он проблему видит с многих сторон. Когда же проблема возникает у обывателя, если так сказать, неподготовленного человека, то он эту проблему как бы вырывает из контекста и начинает искать информацию в доступных источниках. Ну это первосвятое дело, как сейчас говорится, в интернет сразу и там все есть. Да, вы знаете, интернет не всегда хорошо. Не всегда хорошо. Я бы сказал, что в случае со здоровьем, интернет это, наверное, все-таки всегда достаточно рискованно, я бы так сказал. Да, это рискованно, поэтому можно ознакомиться, что-то узнать в интернете, но лечиться по интернету и ставить себе диагноз, ну не хотелось бы. Я к этому призываю наших радиослушателей, все-таки доверять врачу. Специалисту, человеку, которому есть и опыт, и образование соответствующее. Да. Елена Александровна, ну, мне кажется, мы с вами хорошо поговорили о такой теме интересной и важной, как ангина в жару, чем она чревата. Я думаю, наши радиослушатели получили достаточно серьезный такой вот обзор этого вопроса, этой проблемы. И подготовку, я думаю, тоже они получили достаточно приличную для того, чтобы осознать действительно, что не стоит, если горлышко приболело, если оно припухло, тем более шея, не стоит заниматься самолечением, а лучше сразу пойти обратиться к специалисту, чтобы поставить верный диагноз, и самое главное, определить правильное лечение. Ну и, соответственно, при, так сказать, присмотре специалиста заниматься лечением, это гораздо более продуктивно, чем это делать самостоятельно. Да, хочу вам сказать, уважаемые радиослушатели, что наши все лечебные учреждения, они работают круглосуточно, и в выходные, и в праздничные дни, поэтому, если какой-то вопрос у вас возникает, то не нужно ждать понедельника, не нужно ждать какого-то определенного дня, всю помощь вы можете получить круглосуточно, в полном объеме, и здесь проблем у вас не должно возникать. Ну, я это могу даже подтвердить из своего собственного личного опыта, когда у ребенка это воскресенье, в субботу вечером начало болеть ухо, в воскресенье утром мы с ним собрались, поехали в больницу, приехали в отделение наше, вот где мы приписаны, к какой больнице городской, все были на месте, дежурный врач, дежурные медсестры, и все сделали, и все, и проблему устранили, проблемы не было, за что им большое спасибо вашим коллегам и вам в их лице, потому что проблема, собственно говоря, была вот как раз именно по вашей специализации. Да, большое спасибо. Ну, и на этой вот оптимистической ноте, как принято говорить, будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу, большое спасибо вам, Елена Александровна, за такую интересную беседу, за интересный рассказ, самое главное, это наверняка, я уверен в этом, очень полезная информация, очень нужную мы с вами сегодня провели беседу, очень нужную работу, большое спасибо вам еще раз. Спасибо вам большое, что вы меня пригласили на вашу радиостанцию, приятно было пообщаться с нашими радиослушателями, желаю всем крепкого здоровья, и если возникают какие-то вопросы, пожалуйста, всегда рады помочь, как говорится, болейте, но не очень сильно. Всего хорошего, да. А нашим радиослушателям я хочу напомнить, что в эфире радио Комета Донецк была передача Медицины Республики, тема, которую мы сегодня обсуждали, называлась «Ангина в жару, почему возникает и чем опасно». В гостях у нас сегодня была кандидат медицинских наук, заведующая отоларингологическим, я специально по слогам практически читаю, отделением Центральной городской клинической больницы номер один города Донецка, внештатный отоларинголог управления здравоохранения администрации города Донецка, Елена Александровна Щетинина. В студии был Петр Мизерный. Всем нашим радиослушателям большое спасибо за внимание, всем всего хорошего, будьте здоровы и пока. Программа «Медицина Республики». Квалифицированные ответы на самые важные вопросы. Слушайте нас на волне 98,6 FM. А главное, будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин